А пока вернемся к основным темам дня. Дальнейшее существование Иркутского контактного зоопарка под вопросом. Собственник земли, на котором располагаются вольеры с животными, заявил, что это незаконно. В проблеме разбиралась Ольга Кузакова. В глазах-то опилки, а сам опилок наелся. Ой, дурень. И глаза почистят, и накормят, и поиграют. Работники контактного зоопарка знают о каждом своем подопечном буквально все. Животные, которые не смогли жить в дикой природе или оказались ненужными людям, нашли здесь свой второй дом. Но, судя по всему, его фундамент начал качаться. Контактный зоопарк находится на территории ботанического сада госуниверситета. Земля эта федеральная, и оказалось, животные находятся здесь незаконно. Сейчас речь идет не о том, чтобы не о животных, которые размещены в сооружениях, а именно этих сооружениях, которые расположены в земельном участке. И с этой целью фонду было предложено передать как раз вот эти сооружения на баланс университету. Надо постоянно иметь возможность ежедневно что-то там, если нужно, приобрести лекарства, пригласить ветеринарного врача, закупить какие-то корма. Все это очень сложно сделать вот в такой большой структуре, как крупный вот такой вуз. Просто потому, что он крупный, нужно постоянно согласование, нужно получить несколько там каких-то подписей, а все просто занимает время. А животные ждать не могут. Если кто-то заболеет, помощь нужна незамедлительно. Как и средства на нее, сейчас же зоопарк существует на деньги от посетителей, а также на гранты для социальных проектов. Если зоопарк сделать одним из подразделений учебного заведения, то он не сможет участвовать в грантовых конкурсах, так как уже не будет некоммерческой организации. Недавно фонд выиграл специальные гранты. В контактном зоопарке будет организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Весной уже начнется эта работа. И вот сделан пробный вольер, к которому можно подходить и играть животными. Вот здесь, например, живет хорек Федор, который с удовольствием идет на руки. За несколько лет существования зоопарка иркутяне всех возрастов полюбили его. Сложились и свои традиции. Дети сами дают имена новорожденным. Сейчас на очереди шиншилла, которым сегодня исполнился месяц. Буду ищет их малышей зоопарка в целом зависит от того, смогут ли стороны договориться. Ольга Кузакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.